друзья всем привет сейчас хотим разобраться по очень такой наболевшей теме и для этого мы специально пригласили двух экспертов это слава в деле знает об этом больше чем и ваш любимчик уже друзья это слава воробей его настолько полюбила аудитория просто ну блин я понимаю вашего влюбились потому что ну слава воробья я когда вижу это просто человек у счастья солнце по среде светится белая рубашечка специально оделся для кадра да друзья сейчас в процессе увидите что мы ну какую тему мы хотим поднять это такой наболевший чай кратом которая о нем все говорят и никто не знает что это да какие последствия непонятно как он вообще ну действует есть он и под ну там популярен он среди молодежи или он только популярен среди там ну каков какого возраста то есть есть ну что его где-то продают прям в кофейнях ну да нам написали уже не первый раз напишут люди наши зрители что в киеве на золотых воротах есть кофейня где разливают чай кротом или кратом вот мы естественно удивились потому что чай этот прет на самом деле прет так не по-детски мы как-то шаманом пробовали можешь рассказать свой опыт да мы его пробовали чисто случайно моего попробуй ну чай ну типа короче ну чаю мы вообще себе представляли типа ну такое погоняло ему дали чай типа как пуэр и тому подобное мы и на пуэре особо не висим мы так бываем сто хэштегетом там там ну редко там раз в неделю убьем ну и думал попробуем это чай если честно сказать вот мне от натуре вот мне напоминает вот эти триганте все эти таблеточная тяга и такая тупая какая-то тяга вообще те короче ну просто привлечает куда я не знаю может она прет у всех по-разному может все надо там накрутить и я еще помню выпил банку энергетика сверху меня такое типа как тревога внутри сердце бьется знаешь как адреналин короче я не могу понять что происходит и внутри такая неприятная тревога типа вот нагнетается вот-вот шуток ну что-то должно произойти и меня это естественно начало пугать и ну я больше не стал и не хочу его пробовать как ты можешь сказать это чай или не чай все-таки вот вот это самое интересное братанчик именно поднял очень интересный вопрос вот мы хотим сейчас забраться до действительно это чай или просто ему дали такой погоняла чай дабы подсадить смягчить дабы короче да о бля братишка вот это ответ с языка снял да и мы сейчас разберемся маркетинг это попробуем разобраться слова ты что-то знаешь про то чай слышал не пробовал не знаю вот сейчас разберемся а слышал отзывы какие хорошие плохие разные разные да несколько людей стали класс некоторые писали шоу это сейчас будем разбираться а ты встречал таких людей которые на нем там уже там полгода и больше там на нем на чай я встречал таких типов не видел я вообще на прошлой неделе узнал пока услышал за это чай вот и услышал от спортсменов поэтому был удивлен когда после рекламы этого чая у меня в инстаграме полетел хэйт и уже начал разбираться приехал вот когда мы сейчас все вместе разберем эту ситуацию что это действительно это чай или ну так можно что угодно чаем назвать но до кипятить можно соломы запарить и сказать что это чай ну да и кстати мы услышали еще за этот чай мы слышали его в одном из реабилитационных центров я не буду говорить что это за реабилитационный центр его отдают это чай это специальная какая-то дозировка должна быть на спрыжки да под присмотр на спрыжки если человек окумарят ему плохо вот ему дают на ночь чтобы его как-то успоко на начали на день не важно но это все да под просмотр под присмотром наркологов врачей у них происходит по крайней мере консультантов слава ты что можешь сказать слушай я тоже честно говоря я помню были когда-то смеси где-то после десятого года где-то 15 году там куритель курительной смеси да на каждом шагу продавались короче в обход законодательства их тоже там назвали там какой-то шалфей там какая-то херня на самом деле это была обычная какая-то бурьян который смачивали разводили порошок смачивали их высушивали и продавали как вроде как какое-то растение там не содержалось ни одного алкалоида запрещенного законодательством и опять же с помощью маркетинговых каких-то приколов там приблуд всячески насаждались вот эти ларьки популяризировали они были буквально на каждом шагу вот тот я не застал из любой универсал там два-три ларечка там и как пластилинчик они его продавали и как раз в разных видах сначала была травка а потом пошли после этого резко спайсы такие уже знаешь что они курили и просто сходили с ума там галкали на улице вот как вот это час видео везет стартует вот спайсы пошли сразу после смеси причем тут кратом кратом я считаю что это такая же афера как в обход законодательства как были вот эти вот смеси ясно спасибо за мнение с таким раскладом брата можно дурман насыпать в стаканчики бумажные под семечами и попанчить дурманом и так от дурмана можно и кони двинул и пошабашить можно и он не запрещенный растет он в огороде по мускатные орехи на сегодняшний день как их продают ищешь как специи на сегодняшний день на не идут конечно они ну реально не не но только там редкий короче блин тип может именно муската под мускатом жить да да я те расскажу я был в торбе из шаманов на москва малолет мы расскажем эту историю под нового можно вкратце сказаться мы нашли у нас там была фасовка мы нашли мы фасовали специи лавровый лист и короче там мы нашли склад небольшой там тупо рассыпаны несколько несколько мешков были здоровых кубинских вот этого ореха кто-то сказал что он прет ну естественно ага прет я чтоб ты понимал с трех орешков дошел до 15 так а понял утром какая движуха у тебя падает давление у тебя такой упадок сил под молдаваном понял под жестким и на молдаване такие короче тебя нафигачат что ну ты типа вот вот сейчас сосна были такие что и теряли сознание да короче все смотрим где можно паркануться и сейчас будем выявлять мне тоже круто идет смотрите вот он уже да я чтобы увидел тот вот так вот шамана не звезда не в этом дело ну то есть сразу бы прятал вещь чай он так идет что типа этот я именно хочу объемте не вижу об но он понял именно для троеченских не походка поход а так огне не сережа не обновит и убежит я еще раз напоминаем 5 августа этого месяца в клубе хаван будет проходить благотворительный концерт все средства полностью сто процентов собирается на нгу так что подтягивайтесь мы правда не знаем когда это видео выйдет мы же на шестого выйти но сам факт он знайте ждем всех обязательно интересно открыть часы не надо что-то открывать смотри в натуре на обращаюсь молодежи хочешь улететь в космос бесплатно обращайся боковушечка банан в телятину снизу балык можно балычок или так лопася бесплатно вот обращайтесь поменяю ваше подсознание отправлю в космос куда писать а слава в деле кривород на связи не надо ну куда в инсту да слава в деле это миллион не космонавтом а а багато ну це берут откро там а кто взагалі берет більше молоди хлопцы че а я еще им там есть там 14 роки там 13 можно им брать а то есть кратно можно теки шторнадцати роки я обещаю зашутся у вас это 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 за мост рекомендует шторнадцати роки я не знаю что рекомендует так вот вы же скажете что он не изменяет ничего не но все но не изменяет но а я до него привыкания ну звыкания то есть можно до него звыкнути да так цели уже не едуже добра так мы все знаем мы все знаем мы все знаем а скики от приблизно вы его в день продаете вот и вот и выяснили чем же этот чай так хорошо дякую короче друзья походу это движуха набирает популярность и смотрите еще одну обнаружили себе дик ротом капучино себе дихо лбкофе короче друзяки везде этот кротом уже два нашли вместо ах и вопреждая но было вот здесь это все рядом что знал могли все спокойненько но зато прогулялись тебе надо гулять как раз желательно так все идем к вове на гости на бутерброды все давайте мы хотим зайти к володе кличко еще нам надо и так сережа уже с напитком что за напиток объяснить это напиток кратом которую мы взяли реально мы взяли его так вот по зеленой в этом кофейне а хочешь прикол расскажу мы только что подъезжаем тупо напротив машины кратом продается чтобы вы понимали друзья мы прошивали столько найти именно эту кофейню мы видели оказывается что это не однако набирает популярность вот это вот штука короче смотрите с осадком такого зеленого цвета землистого даже больше тут уже лед растаял я уже полчаса его вожу вот такая канитель и мы сейчас да реально то что написали вы правы друзья есть в киеве вот такая вот движуха и ни в одном месте его продают очереди есть в принципе но где мы только что заходили не было а сейчас мы хотим узнать экспертное мнение у людей которые что-то понимают в этом не такое лицо уже вроде вот какие под кратом под кратомом сижу ну вот так и да братан шире легко и ты можешь ждать вообще у нас и к нам не надо алло да ваня приветствуем тебя слышно нормально да сотри слышь мы звоните по какому поводу друзья еще раз говорю это мы звоним ванне он руководители реабилитационного центра под названием европа до до вань скажи пожалуйста знаешь что это такое это типа но на выход похоже на выход не это это кратом чай кратом да мы его купили мы его купили просто так зашли в кофейню и взяли у бариста его так вот просто очень легко взяли купили его начали интересоваться она говорит что есть ограничение от 14 лет можно его приобретать ты знаешь что это за это чай можешь нам рассказать рассказывали ребята которые там проходили у нас лечения что пользовались этим чаем когда короче хотели спрыгнуть как бы самостоятельно и вот на отмене когда отказываешься там от опиотных наркотиков до методона там губринорфина и всего остального типа дикой ломкой лучше всего снимает какое-то время этот чай потом как-то я начал чаще слышать там на клинику начали приезжать люди с жалобами что где-то за границей были на отдыхе там попробовали его там кто-то знакомых тоже привез за границей и на него нормально так посаживаются люди что даже те кто спрыгнуть хотели как бы потом пересели на этот чай и от него как бы очень серьезные последствия у нас сейчас получается на наших отделениях около 5 человек которые заехали конкретно по вопросам зависимости от этой байды этого кратова а какие а как ну как она кумарит или ну как можно более подробнее сказать по здоровью как она дает ну короче типа вообще он у нас в стране не входит как бы в перечень наркотических веществ я знаю это можно было купить через интернет но так чтобы в ларьках продавалось я такого если честно получается а вот действие его сравнимо как бы какое-то время как бы сравнимо типа с действием как какой-то опять это типа наркоты к пивой эти поширки там травматолог но по действию короче он там как бы попрет ну как когда приносит удовольствие там где-то 3-4 часа всего и от него очень большая толерантность вот в том плане что если поначалу там тебе достаточно чайной ложки чтобы почувствовать эффект там тебя чуть-чуть там эйфория пошла там да такое то уже через неделю надо будет там три столовых ложки и вот последний раз обратилась женщина женщина бизнесмен все было на отдыхе получается где-то в малайзии или где-то уже попробовал этот чай сразу пила по чайной ложке потом так подсела что каждые четыре часа пила по такой ложке чайной уже столовой горкой каждые четыре часа и получается 4 часа проходит и хреново 4 часа проходит и хреново плохо иногда постоянно его как соль типа постоянно надо догоняться говорит я вот так типа в десять вечера пью а три-четыре короче там вечера я просыпаюсь и три-четыре вечера я просыпаюсь и о ночи как бы и не могу спать потому что уже ломитом спину кости и получается где-то понадобилось полторы недели чтобы привести же девушку в порядок это интенсивная детоксикационная терапия каждый день прокатки препараты по назначению психиатра арколога и она уехала такая счастливая что я последний год просто не могла жить где постоянно чай 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 мне хреново приехала и вот где-то я слышал что называется чай эмоции потому что при его употреблении затрагивается очень много рецепторов очень много всего выделяется что когда чая нету люди просто плачут даже что просто такие депрессии душу чеку хреново и физически морально люди аж такая активность начинается ну просто очень серьезная дрянь я в принципе вот честно я шокирован что он продается просто лайках дети 15 лет не могут его без проблем купить это жестко да окей вань спасибо огромное все друзья мы напоминаем это ваня реабилитационный центр руководителя реабилитационного центра под названием европа все спасибо огромное мы тебя обнимаем хорошего дня спасибо итак друзья пригласили илюху вы могли наблюдать его очень много в стульсах у тохи и он и в тик токе есть то есть история илюхи можно говорить месяц просто рассказывать ну вкратце раз я хочу сказать что я не встречал лучше нам человека который знают там а поэрия 0 а чай а чай он знает все он занимается чаем и он нам постоянно подгоны делать чай люха на стриме мы пьем только твои чаи да так произошло мы знаем и вот хотели поинтересоваться то есть илюха стрим мы вот взяли приобрели взяли этот чай кратом взяли его так вот в кофейне в баристы подошли на хрящатике заказали и нам его продали и мы хотим у тебя поинтересоваться ты как знаешь чая ну ты практически все или все ну много знаю 13 лет и чай на следует можно его отнести там к чаю есть чай или что вообще не чай сразу ну и мне часто прилетает в директ по поводу этой бодяги есть 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 нету не было и никогда не будет вот такой мой ответ потому что это к чаю абсолютно не имеет никакого отношения у этого напитка нету никакой абсолютно культуры то есть его там потребляют где-то в каких-то селениях в южной америки для того чтобы там пахать крестьянам но такая история то есть как наши люди они же вот эту историю слышат о том что например кто-то там жует листья коке где-то дал ночь нормальная история то же самое вот эта тема но отношения те люди которые приходят адекватные нормальные люди очень редко обращаются за вот за вот этой бодяга то есть это листья дерева которую там очень по биохимии похоже с опиоидами в составе и потребление в основном вот этого напитка потребляют те люди у которых там ну нету вариантов купить наркотики это такой контингент либо же где-то услышал что кому-то помогает спрыгнуть от наркотиков то есть такая заместительная терапия для того чтобы для бедных будем так говорить но даже те которые люди иногда потребляют типа там спортсмены я слышал такую историю надо эту же толерантность они начинают по чуть-чуть а потом я слышал там такие сумасшедшие истории но грубо говоря там просто тарелку за день съедают его и это не для полезности уже просто потому что человек не может нормально функционировать без вот этой истории я постоянно привожу пример те люди которые приходят и интересуются вот у меня были же офлайн магазины да им приходили там это обычно такие потерянные вот как под аптекой знаешь а есть кратом ну такая вот история вот и люди которые приходят за качественным китайским чаем это в основном развитые интеллектуально культурно люди счастливые то есть вот есть разница потребления и культура потребления да то есть делу людей счастья а делу людей приходят там взгляд без будущего и просто ему надо вот это вещество для того чтобы просто функционировать идти дальше то есть мы все как с наркотиками есть люди которые едут потом на реабилитацию вот от этой истории они думают что это им поможет в жизни но потом едут на реабилитацию потому что они просто уже не могут даже во первых это дешевая чепуха которая доступна один человек уже не хочет ее употреблять там да но он не может без этого то есть это вот такой замкнутый круг безумия начинается и просто люди не знают что с этим делать можно много спорить но резюме такое что нету здесь абсолютно ничего относящегося к чаю я не видел и не слышал чтобы где-то продавали этот продукт сертифицированном в нашей стране то есть как чай вот чай приходит из китая у него есть сертификаты качества мировые да и это ну это чай это вот ну вот это и бодяга это вообще ну просто то есть такая какая-то бодяга которая бодяга но ц3 вот какой-то он от детский мозг мы знаем по себе потому что самая большая ну как бы опаду подвержен вот такие моменты мы подошли поинтересовались но с какого возраста можно его приобрести нам сказали 14 лет но но для чистоты эксперимента в одном месте сказали 14 в другом с 18 но какая разница 18 лет тоже человек еще можно сказать ребенок я я чуть-чуть пока мы ждали тебя вот мы чуть почитали за него он типа как бы дает мозговую активность какую-то то есть снимает какую-то депрессуху вот почему людей она наверно некоторых и привлекать но это только на начальном этапе то есть дозняк потом увеличивается то есть человек его сначала там допустим есть там чайную ложку но из неделю он его уже начинает опять столовых ложек правильно растет толерантность ты понимаешь вот за детей из-за там людей которые начинают употреблять вот я я когда в детстве моя одна из первых книг которую я прочитал это было конан дойль шерлок фолмс значит и первое что цепляло моих взгляд на тот момент это вот когда начинаешь ее читать конан дойль шерлок холмс там употребил опиум и короче опиум понимаешь точно также работает и фиксирует детский мозг тем более это тикток напиток сейчас то есть это все это тренд это сделали трендом это ж не первый год он уже ж не первый год его но я только в этом году все же опасность в том что его сделали трендом и за ним стоят очереди то есть так как когда-то там продавали смеси точно также без разрешения без ничего вот аналогичная точно история вопрос просто поведение людей почему стоит очередь я не думаю что там люди стоят оценить вкус потому что те кто его пил говорят на вкус это мрачно дерьмо нефть я вот уже его пробовал это горько там то есть вот в плане эстетики какой-то вкусовой человек абсолютно не получает от этой бодяги никакого удовольствия то есть это грубо говоря как за пилюлями там до стоят едят рыгают опять да да похоже аналогичная опять же поведенческая история вот через вот этот тренд это будет как там раньше это был алкоголь в разное время это разные были там типа толчки вот эти у нас там какие-то таблетки тоже были в нашем детстве и тому подобное пройдет время естественно эту гадость перестанут пить потому что это в натуре гадость на наш взгляд но все равно жалко что через это много пройдут людей своим опытом при придут к тому что нам не нужно я вчера с тохой на эту тему общался и тоже он с таким сожалению мы всем я говорю возможно это и к лучшему быстрее свернуть эту тему просто на по любому когда она наберет какой-то резонанс и об этом просто надо говорить говорить и плюс ко всему это чай во многих странах запрещен тут у нас пока он разрешен я думаю если его запрещают значит наверное опыт уже был что негативный какой-то цвет ну посмотри ну болото болото мол типа мол муляка если сравнивать даже просто с чаем это эстетика это про вкус там да это про вот какую-то культуру этого всего и вот вот это болото короче экспертное твое мнение так как ты занимаешься чаем продаешь его у тебя магазин до не один не у меня один я люблю чай да и я просто занимаюсь чаем ты как за человек который занимается чаем утверждаешь что это вообще не чай это не чай и к чаю к чайной камелии не имеет абсолютно никакого отношения спасибо 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 от души ну а дальше делайте выводы сами мы в принципе мы говорили шумы ребята залегалась но против употребления я как всякой я уже как леон киллер короче был только там с вазоном а я с этим чаем до часа полтора делай с ним что-то я еще раз вам хочу сказать сделай повторить что сказал александр то есть мы залегалась но против употребления всякой шляпы поехали да против употребления всякой шляпы и ну думайте это не говорит о том завтра кто-то скажет что там кизяки и этом коровище и они прут и вы начнете употреблять вот это все это не чай и мы его отправляем вот туда залила там куст будет да друзья еще раз за время употребляйте всякую фигню и не будьте стадами ну не будьте овцами думайте своей головой прежде чем что-то вам будет навязывать с вами был быть добру но слава все я не хотел вот и выпить а я хочу ну давай вас ловит туда